телеурок здравствуйте дорогие ученики начинается наш урок русского языка надеюсь все готовы к нашему уроку садитесь поудобней и будьте внимательны телеурок ребята хочу начать урок с этой интересной картины который принес нам марат на обратной стороне этой картины написано пословица кто из вас догадается какая же там пословица написано молодцы если угадали это пословица без труда не вынешь и рыбку из пруда а как вы понимаете эту пословицу да всякое тело требует усилий без усилия старание никакого тела не сделаешь говорят для получения какого-нибудь результата требуется большая работа и упорный труд так вот я вам желаю чтобы вы на уроке были активны внимательны и хорошо потрудились айголь сегодня ребята ходила за покупками интересно какие же покупки сделала айголь а чтобы узнать что купила айголь нам нужно переставить буквы в этих словах так чтобы получились слова название одежды и так первое слово правильно шапка второе слово это шубка следующее слово молодцы юбка и последнее да это шарф вот какое обновление гардероба айголь ребята а как вы думаете что общего имеют эти слова обратите внимание на корни слов правильно во всех этих словах парное согласное в корне слова вы можете сформулировать тему сегодняшнего урока да тема урока парные согласные в корне слова и сегодня на уроке мы будем закреплять умение правильно писать слова с парными согласными в корне слова ребята айголь перед походом в магазин составила список покупки и вот как она составила этот список куплю шубку шапку юбку шарф а азамат смеется над этим списком как вы думаете что в этом списке не так да ребята айголь допустила ошибки в написании слов с парными согласными в корне слова но мы же поможем ей исправить это конечно поможем для начала напомним какие бывают парные согласные всего шесть парные согласные всего шесть парных согласных звонкие парные согласные и глухие парные согласные блин друзья ребята мы с вами знаем что парные согласные очень хитрые когда они находятся в корне или на конце слова А чтобы не попасть на их уловку, мы просто должны хорошо запомнить правила проверки парных согласных в корне слова. Итак, вернёмся к списку Айгуль. Чтобы правильно писать слова с парными согласными, нам нужно вспомнить алгоритм наших действий. Сначала читаю слово, потом слышу звук, проверяю сомнительную согласную, ну а потом пишу букву. Попробуем? Итак, читаем слово шубка. В корне слова слышим звук П. Проверим сомнительную согласную в корне слова. Вспоминаем, чтобы проверить сомнительную согласную, надо изменить слово так, чтобы после этой согласной стояла гласная, или чтобы после этой согласной стоял звонкий согласный звук Н. Итак, шуба. Теперь слышим звук Б. Значит, пишем букву Б. Второе слово юбка. В корне слышится звук П. Проверяем. Юбочка. Слышим звук Б. И пишем букву Б. Следующее слово шапка. В корне слышим звук Б. Проверяем. Шапочка. Теперь слышим звук П. И пишем букву П. И последнее слово шарф. На конце слова слышим звук В. Проверяем. Шарфик. Слышим звук Ф. Четко слышим. Пишем букву Ф. Вот и повторили мы с вами, как проверять сомнительную парную согласную в корне слова. Потренируйтесь, ребята. Это работа в парах. Вы можете поработать вместе с мамой или с братом. А у нас будут работать вместе Азамат и Айголь. Найдите слова, которые спрятались. Запишите сначала проверочное слово, потом проверяемое. Итак, начали. Теперь проверьте. Дружить – подружка. Грибы – гриб. Ну а теперь, ребята, попробуйте вставить пропущенные буквы. Для этого вы должны проверить каждое слово. Проверим, справится ли Айголь. Первое слово – орешки. Проверяем. Нет орешек. Слышится звук Ш. Пишем букву Ш. Слово – вырубка. В корне слышится звук П. Проверим. Вырубать. Пишем букву Б. Слово – подсказка. Проверим. Подсказать. Слышим звук З. Пишем букву З. Тетрадка. Проверим. Тетради. Чётко слышим звук Д. Пишем букву Д. Слово – шарф. Проверим. Шарфы. Правильно, Айголь. Слышим теперь звук Ф. Пишем букву Ф. И последнее слово – карандаш. Проверим. Карандаши. Пишем букву Ш. Молодец, Айголь. Хорошо поработала. А у вас тоже всё хорошо? Ребята, теперь отгадайте загадку. Угадайте, кто говорит и что говорит о себе. Коль крепко дружишь ты со мной, настойчив в тренировках, то будешь в холод и в дождь и в зной выносливым и ловким. Это спорт, конечно. Какие виды спорта вы знаете? Посмотрите на некоторые из них. Баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика и слово странное – рафтинг. Думаете, это слово лишнее тут? Нет, ребята, рафтинг – это тоже один из видов спорта. Вот об этом и поговорим сейчас с вами. Для начала научимся правильно писать слово рафтинг. Заметили? В этом слове тоже парное согласное в корне слова. Рафтинг. Слышим звук К. Проверим. Нет рафтинга. Теперь слышим звук Г. Значит, в корне слова рафтинг пишем букву Г. Запишите это слово в тетради. Ну а теперь разберемся, что такое рафтинг. Рафтинг – это сплав по горной реке на надувных резиновых лодках. На такой лодке можно покататься с 14 лет, ребята. Рафтинг – популярный вид спорта. У нас в Кыргызстане тоже занимаются рафтингом на реке Нарын. Там есть участки любой сложности для рафтинга. Интересно было узнать новое. А теперь найдите в тексте слова с парными согласными в корне слова. Проверьте, ребята. Это слова рафтинг, сплав, лодка, вид, спорт. Прежде чем подвести итог нашего урока, мы должны пройти через маленькие испытания. Итак, найдите парные звонкие согласные. Да, это звуки Б, В, Г, Д, Ж, З. Молодцы! А теперь выберите слова, в которых пишется буква Г. Волк. Проверяем. Волки. Слышим звук К. Пишем букву К. Слово рафтинг. Проверяем. Нет рафтинга. Слышится звук Г. Пишем букву Г. Следующее слово. Сырок. Проверьте. Сырки. Слышим звук К. Пишем букву К. И последнее слово. Осьминог. Слышится звук К. Проверим. Нет осьминога. А уже слышим звук Г. Пишем букву Г. Значит, выберем два слова. Это рафтинг и осьминог. Выберите слова, которые нужно проверять. Травка. Игрушка. Копилка. Гладкий. Нарядный. Морозный. Лошадка. А теперь посмотрите, какие слова выбрала Айгуль. Сравните. Травка. Игрушка. Гладкий. И лошадка. Молодцы, если правильно выбрали. Подведем итог нашего урока. Мы сегодня закрепили тему парные согласные в корне слова. Повторите алгоритм проверки парных согласных в корне слова. Алгоритм. Первое. Читаю слово. Второе. Слышу звук. Проверяю сомнительную согласную. А как мы проверяем сомнительную согласную? Правильно. Для этого изменим слово так, чтобы после этой согласной стояла гласная или согласная буква Н. Пишу букву. Ребята, пришло время оценить свои усилия на уроке. Выберите себе ступеньку «Ничего не понял? Затруднялся? Справился?» Я очень надеюсь, что вы на самой высокой ступени. И на этом наш урок подошел к концу. Желаю всем удачи. До следующего урока.